Действующие лица Действующие кафедрой пульмонологии Кубанского государственного медицинского университета, главный внештатный пульмонолог Южного федерального округа и Коснодарского края Лариса Шульженко. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Давайте, если уж мы говорим о простудных заболеваниях, если мы говорим об этой части нашего с вами здоровья, да, сейчас сезон, сейчас наступают грипп, РВИ и все остальное и так далее. Я понимаю, что, наверное, если мы говорим о прививках, наверное, уже поздно, хотя там до конца ноября, да, я слышал, что можно делать. Обливание, я так понимаю, тоже, наверное, уже поздно начинать и готовиться нужно было об этом закаливание чуть-чуть раньше. Но, тем не менее, какая-то профилактика сейчас может быть, да, и насколько она может быть действенна, если мы говорим, что вот через несколько дней уже зима. Ну, во-первых, действительно, вы правильно сказали, что прививаться желательно было несколько раньше. И, тем не менее, учитывая, что эпидсезон гриппа сдвинут, как правило, и приходится на конец января, начало февраля, то, разумеется, вот эти последние дни можно еще использовать для того, чтобы успеть сделать прививку от гриппа, в том числе и от высокопатогенного гриппа H1N1. И мне очень хочется искренне призвать дорогих наших сограждан, дорогих кубанцев, кто еще не привился, не манкировать этой возможностью и непримерно сделать это. Хоть просто плакаты развешивай, а ты привился в Краснодарском крае. Почему я с таким жаром и с такими эмоциями говорю о важности прививок? Потому что тот, кто не видел, как погибают люди от свиного гриппа, кто не хоронил пациентов, тот не знает, насколько это может быть трагично, молниеносно и порой непоправимо. В нашей клинической практике в прошлом году была ситуация совершенно эксквизитная, которая даже заслуживала того, что мы представляли этот клинический случай на Национальном конгрессе пульмонологов в Москве, когда беременная пациентка на позднем сроке беременности заболела свиным гриппом, будучи непривитой свиным гриппом H1N1. И, вы знаете, только необычайное командное мастерство наших реаниматологов, наших гинекологов, всего коллектива нашей больницы позволило этой молодой женщине выжить и уйти живой, и уйти с ребеночком, уйти с девочкой Машенькой из нашей клиники. Однако вы не представляете, чего это стоило. Пациентку даже подключали не только к аппарату искусственной вентиляции легких, и это не помогало в тот страшный момент. Была задействована такая высокая технология, высоко современная, высоко затратная, как экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это такой прибор, который позволяет оксигенировать кровь, то есть насыщать кровь кислородом, кислородом вне организма человека. Это, вы знаете, вот такие легкие, если хотите, снаружи, экс-виво. Выносные, да, выносные, экс-виво. И эта процедура требовала, ну, необычайного напряжения. Слава Богу, что все хорошо закончилось. Однако, вы понимаете, если бы эта пациентка просто привелась своевременно, будучи беременной, просто пришла и бесплатно, подчеркиваю, бесплатно получила бы прививку от гриппа, ничего бы этого не случилось. Тогда, если позволите, я, ну, опять же, может быть, это, наверное, не к вам вопрос в большей степени, но, тем не менее, наверняка у вас какое-то мнение по этому поводу должно быть. А почему мы, я, кстати, привитый, а почему мы, я имею в виду общество, почему у нас, да, вот это вот ходят эти разговоры о том, что зачем прививаться, зачем это нужно, это все-таки вирус, и человек все равно заболеет и так далее. Просто от невежества, просто от незнания, или кто-то, или кому-то это выгодно и интересно. Вы знаете, очень хороший вопрос, причем очень такой правильный вопрос. Наверное, полностью на него ответить сложно. Здесь нужно было бы выслушать мнение и социологов, и психологов, социальных психологов. Однако, как медик, я могу сказать одно, что вот эта святая русская вера, что все умрут, а я останусь, все произойдет с кем-то, но не со мной, вера в авось, она и здесь проявляется. А потом я еще съем банку, банку этого самого, да, малинового варенья. И точно все будет хорошо. Все это приправлю немного лимоном, порежу лучок, расставлю во всех комнатах, и все, и меня больше никто... Вера, что зубчик чеснока, подвешенный на шею ребенку, спасет его от вирусной инфекции, она прекрасна, но совершенно беспочвенно. И действительно, вы знаете, огромное количество ютуб-каналов распространяют совершенно порочные представления и доносят их до умов наших сограждан о том, что действительно прививки бессмысленны, прививки есть зло. Что это все придумали фармацевты, да, и крупные компании, что они обогащаются, а мы вот здесь страдаем. Вот, и вы знаете, я бы сказала, что в этой ситуации следует нам, представителям медицинской общественности, может быть, активизировать свою контрпропаганду, тоже делать какие-то зажигательные, понятные, говорящие современным языком ролики, выкладывать их в ютуб для того, чтобы мы имели пул своих контрдоводов, контрроликов. И вы знаете, еще момент, о котором бы мне очень хотелось сказать особо, остановиться на нем особо. Вы знаете, в этой полемике очень часто приводится довод, а я привился и все равно заболел. Вы знаете, вот здесь, если можно, давайте об этом поговорим дополнительно, потому что, да, мы прививаем, но мы прививаем от гриппа А, Б и высокопатогенного гриппа H1N1. Вот все, что содержится в прививке. А вирусов десятки. И мы говорим нашим пациентам, вы можете заразиться, вы можете заболеть. Это может быть риновирусная, риносинцитиальная инфекция, это может быть боковирус, это может быть парагрипповирус. Вы даже можете... Я сейчас честно скажу половину слов незнакомых. Важно, вы привиты от трех вирусов. Всего, давайте условно скажем, 20. Значит, у вас остается еще 17 вариантов заболеть какой-то вирусной инфекцией. Я прошу прощения, что перебивают, да. Но ведь, с другой стороны, я, по крайней мере, никогда этого не слышал от ваших коллег. Я надеюсь, и от вас этого не услышал. Никто ведь не говорит, ты привился и не заболеешь. Говорят, да, ты можешь заболеть, но последствия этой болезни, они будут совсем другие. Мне кажется, вот это же самое честное. Вот давайте, да, сфокусируемся на том, что среди погибших от гриппа нет ни одного привитого. Вот и все, вот и весь сказ, что называется. Ну тогда, вы знаете, вот опять же, если мы будем с вами немного полимизировать, да, вы говорите, с одной стороны, о том, что, может быть, нам нужны какие-то контрагитации, нам нужно, да, что-то делать яркое, красивое и так далее. Но ведь мы с вами помним, что еще несколько лет назад, когда, ну, такой был, я называю для себя, там, некий саботаж прививок, да, была достаточно серьезная эпидемия, были достаточно серьезные осложнения. Мы рассказывали здесь, я помню эти программы, да, мы рассказывали о том, как мучаются люди в больных. И следующая прививочная кампания, она прошла практически на ура, люди побежали прививаться, потому что они увидели вот этот страх, который есть. Может быть, вот это самый лучший аргумент? Может быть, просто чаще рассказывать о том, что от этого умирают? Я соглашусь с вами, вы знаете, наверное, действительно, нужно четко формулировать, не боясь, что называется, напугать нацию, надо четко формулировать, да, что будет, если человек заразится высокопатогенным гриппом, не будет привит, и риски погибнуть чрезвычайные, просто чрезвычайные. Вы понимаете, что даже среди нашего сообщества, среди врачей были случаи, когда и в реанимации попадали, и на искусственную вентиляцию легких приходилось прибегать к искусственной вентиляции легких, чтобы спасти коллегу. Это крайне серьезно. Ну тогда, следующий момент, да, вот я сейчас вспоминал этот случай о том, что, да, мы напугались, я имею в виду, мы общество, по крайней мере здесь, в Краснодаре, в Краснодарском крае, мы напугались, начали прививаться. Сейчас прошло несколько лет, мы уже забыли о том испуге, я к тому, что, по вашим ощущениям, насколько активно сейчас население здесь, в городе, или там, в Краснодарском крае активно прививается. Вы знаете, я бы сказала, что ситуация меняется в лучшую сторону, то есть я смотрю по своим студентам, по своим курсантам, по своим пациентам, они активно спрашивают, чем привиться лучше, где привиться, как это сделать, как организовать наилучшим образом. Да, то есть я такого количества вопросов от своего окружения раньше не получала. Раньше это был совсем уже глаз вопиющего в пустыне, и сейчас ситуация потихонечку меняется, меняется менталитет, меняется подход. Я, вы знаете, полна оптимизма в этом плане. У меня есть основания считать, что эта кампания будет успешной. Ну, может быть, совсем к вам вопрос, но наверняка у вас какие-то данные есть. Если мы сейчас говорим про нынешнюю кампанию, мы вот тот барьер уже напрививали. Я к тому, что, если я правильно помню, вы меня поправьте, если там порядка 40% населения на определенной территории привито, то вот этот вот барьер к распространению, к бурному распространению инфекции, он существует. То есть сколько сейчас у нас привито? Вы знаете, нужно еще... Уже мы привили, мы выполнили план, но окончательные результаты мы увидим, когда будут финализированы цифры, все сведено в единую таблицу. Я бы еще такой момент хотела бы тоже осветить, что прививать нужно не только молодых и здоровых, но и страшно важно привить наших бабушек, дедушек, наших стариков. Да, они не выходят, может быть, так много в социум, они так не контактируют с таким большим количеством людей, но они наиболее беззащитны. И опять же мы говорим об осложнениях, да? Понимаете, детки, внуки, правнуки, которые прибегут, принесут эту инфекцию из детского сада, обнимут, поцелуют бабушку, чихнут на бабулю, на дедулю, и потом мы будем нести колоссальные потери. Тоже я прошу молодое, трудоспособное, здоровое население, подумайте, обернитесь и спросите, бабуля, дедуля, вы привились? Если нет, давайте я помогу. Мы продолжаем программу, еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о здоровье, мы сегодня говорим о сезонных заболеваниях, это я про зиму и про простуды. Лариса Владимировна, вот в первой части программы мы с вами как-то говорили в большей степени о прививках, да, и о том, что это необходимо, и здесь я с вами совершенно солидарен, да, и об этом часто в этих стенах мы говорим. И все-таки я вот к первоначальному вопросу, да, ну, прививки, да, мы выяснили, что еще не поздно, еще несколько дней есть, закаливание сразу мы с вами отмели, потому что, ну, нельзя за два дня закалиться, а если сейчас это делать, то, наверное, будут совсем обратные эффекты. Что можно сделать, чтобы подготовить себя все-таки к холодам, тем более, что у нас уже вот заморозки-то начались? Ну, вы знаете, тоже вопрос совершенно уместный, потому что такие простые вещи, которые я сейчас буду произносить, и вроде бы и говорить о них неловко, но они очень важны. Ну, например, да шапку одевать надо, понимаете? Вот сейчас это наша всеобщая вера, что вот я тут перебегу от машины до двери. Да нет, друзья мои, вот фактор переохлаждения никто не отменял. Ну, резко после почти летней осени наступили холода, и действительно... Да, было тепло, 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 да, потом вот раз, и холодно сразу. Молодежь, ну-ка, быстро шапки, шарфы, никто это не отменял, это поможет. Это с одной стороны, с другой стороны... И это самое, штаны, да, отвернулись, потому что ноги мерзнут, это тоже, мне кажется... Мерзнут, мерзнут, действительно. И тоже это стопа, это рефлексогенная зона, и тоже здесь необходимы совершенно примитивные принципы. И ножки должны быть в тепле, и горлышко должно быть закутано. Что еще очень важно? Вы знаете, рацион питания важен, потому что тоже иммунодефицит, индуцированный нехваткой каких-то пищевых веществ, нутриентов, тоже существует, и это не миф. Что значит правильное питание? Ну, разумеется, все эти Starbucks и KFC, это все пища, не несущая в себе ничего, кроме бесполезных пустых калорий. Которые приводят к ожирению, опять же, я в последнее время много общаюсь с вашими коллегами, и все об этом говорят. Да, да, и это действительно так. То есть на завтрак, чтобы мы просили включить в рацион, цельнозерновой хлеб, черный хлеб, не белая булочка, а черный хлеб. Если человек может и любит, или даже если не любит, но может себя заставить, есть просто зелень, это прекрасно. Даже петрушка, кинза. Тем более, опять же, мы говорим про кубань, да, у нас это вон все можно... Купили пучочек у бабушки. Свеженькое. Пожалуйста, да, применили. Следующее тоже очень важно, знаете, не вера в то, что какие-то марокканские апельсины будут донаторами витамина С, отнюдь. А вот квашеная бочковая капуста или даже тот же шиповник, купленный на рынке и с вечера заваренный в термосе, это бесценный вообще источник витаминов. А тогда смотрите, вот раз уж мы заговорили про еду и про витамины и все остальное, я слышал где-то рассуждение о том, что заболеть в начале зимы, когда у тебя еще организм после лета полон витаминов и бродит после солнца витамин D и все остальные, намного, скажем так, меньше шансов, чем заболеть в конце лета, когда наступает вот тот самый витаминоз, который тоже все пытаются с ним, пытаются все как-то бороться. Это действительно так или нет? Вы знаете, ну мне сложно согласиться с этим утверждением, потому что не настолько хлипок человеческий организм. И тем не менее, вы знаете, если на протяжении зимы люди будут все-таки и квашеную капусту, и отвар шиповника, и черный хлеб, и творог, и яйца употреблять в пищу, то вы знаете, право слова иммунитет будет лучше функционировать, чем ежели пациент будет бесконечно употреблять все эти снеки из комбинатов. Как правильно сказать, комбинат быстрого питания. Непонятно из чего, да. Все эти Макдональдсы и прочие-прочие радости. Поэтому я бы сказала, что, наверное, все-таки запасаться нужно было летом, и сейчас продолжить процесс накопления полезных нутриентов внутри себя. Это тоже очень важно. Еще один момент. Не так давно, случайно я услышал разговор, мама говорила своему ребенку, ты помой руки, чтобы не заболеть простудой. И он начал этот ребенок спрашивать, мама, извини, где руки, и где простуды, и где горло. Вот здесь насколько прямая связь. Вы знаете, это абсолютно гениальный вопрос. И мама была необычайно умна и необычайно права, когда она сказала именно так детенышу. Потому что, как ни странно, вот смотрите, мы разберем просто цепочку передачи вирусов. Человек чихнул, он закрыл нос, лицо, рукой. Это хорошо, если закрыл. А то чихает ведь просто так. Да, но берем за данность, что чихнул в ладошку. Потом что человек сделал? Взял эту ладошку и схватился за поручень в троллейбусе. Следом шел условно невинный пациент, который схватился за этот же поручень. А потом, не помыв руку, пришел домой этот детенок и стал тереть мордаху. Разумеется, вот вам прямой путь передачи вирусной инфекции. Поэтому действительно проехался в общественном транспорте, побывал в общественных местах, схватился за ручки, за двери, пришел в помещение, вымой руки, прежде чем начнешь прикасаться к себе любимому, в том числе и к лицу. Да, поэтому этот механизм очень важен, он недооценивается. И вообще, вы знаете, эксперты ВОЗ как предлагают нам чихать? Как? А, в сгиб? Совершенно верно, в локоть. Да, это несколько будет выглядеть чудно, но это будет совершенно правильно. Это будет означать, что вы ведете себя социально ответственно. Тогда руки придется мыть по плечи. А это неудобно в обычной жизни или в офисе. Еще один вопрос, который, опять же, меня волнует, я это где-то слышал или где-то читал, что когда морозы, то вирусная инфекция распространяется медленнее, нежели вот такая погода, как, допустим, сегодня, когда чуть потеплело, чуть немного там попрохладнело. То есть на морозах не выживаю. Как высоких температур бояться, так и низких. Ну, вы знаете, это тоже правильно, это разумно. Действительно, есть определенные ограничения. Но, во-первых, с одной стороны, вирусы очень живучи. И их так легко, понимаете, не уберешь из экосистемы нашей. А с другой стороны, люди в морозы, вы знаете, больше переохлаждаются и, соответственно, становятся более восприимчивы к вирусу. Поэтому, на самом деле, суммарно выходит то на то. То есть, в принципе, так оно и есть. Гулять. Почему важно гулять той же самой зимой, да, или там, когда сезонные заболевания, я имею в виду гулять на свежем воздухе, а не ездить в трамваях и троллейбусах. И насколько важно проветривать помещение. Значит, ну, гулять... Открыл форточку, стало прохладно. Стало даже очень иногда... Закрыл форточку. Холодно, да, закрыл форточку. Казалось бы, да, какие вирусы. Ну, давайте так, возьмем за факт, за постулат, что гулять нужно всегда. Все 365 дней в году. Это страшно полезно, это необычайно важно. Это сохраняет жизнь, молодость. Это профилактика инфарктов, инсультов, ожирения, диабета, физическая нагрузка. Это наше все. И даже остеопороза – это профилактика. Затем, давайте, с другой стороны, посмотрим на ситуацию, гулять ли зимой. Да. Хорошо. Если тепло одеться, то да, конечно, гулять. А тогда еще один момент. А стоит ли шарфиком заворачивать все лицо, чтобы глаза только остались? Опять же, я знаю, что и с масками-то... Шикарный вопрос. ...не сильно рекомендуют. Или дышать морозным воздухом. Вы знаете, ну я бы сказала так, нигде не прописано, ни в одних международных стандартах, никакие эксперты ВОЗ не осветили этот вопрос и не остановились на нем особо. И нигде нет доказательной базы, что замотав пол лица шарфом, вы убережете себя от чего-либо. Но если душа просит замотаться, замотайтесь. Ну все равно смертно. Хуже не будет, да. Не хотите заматываться, не заматывайтесь. Главное — это движение. Движение, вот действительно, это невероятно полезная вещь. Что касается проветривания помещений. Да, разумеется, не надо выстужать, как мы говорим, полностью комнату. Можно поставить на фрамугу, можно как-то найти баланс. И всякий приток свежего воздуха... Ну пошел гулять, приоткрыл, да, вернулся с гулянки, закрыл. Закрыл, да. Это будет полезно. И самое главное, я чуть-чуть тогда по-другому переформулирую, может быть, ваш вопрос. Если у вас есть выбор побыть в эпидсезон, в высокий эпидсезон, это январь, февраль, начало даже марта у нас сейчас, регистрируется повышенная заболеваемость ОРЗ. И если у вас есть выбор побыть в скучном помещении, где-то в кино, в торговом центре или пойти погулять, я умоляю, давайте выберем прогулку на свежем, морозном или просто прохладном воздухе. Потому что я бы сказала так, от противного сформулировав, главное, не надо добровольно находиться долго в местах скопления потенциальных источников, разносчиков вирусной инфекции. Потому что мы же не заморозим. Всех медицинскую справку ты не спросишь. Совершенно верно. И при первых признаках болезни люди не садятся дома, а многие находятся еще и в так называемой продрамальной стадии болезни, когда признаки болезни неотчетливы, не до конца осознаются самим пациентом. И вот такой парень, девушка, человечек какой-то пошел в кино, в торговый центр, ведь это сейчас место, времяпрепровождение молодежи. Где вы в торговом центре, что вы там делаете? Тусим. Ну, я мама взрослой барышни, поэтому я знаю, как это происходит. Так вот, тусить в торговых центрах не надо в январе, в феврале и в марте. Ну и еще, у нас немного времени остается, там порядка минуты. Опять же, от ваших коллег я слышал такую фразу о том, что, когда спрашиваешь про народные методы, про ту же малину, лук, лимон, чеснок, разрезанные, подвешенные там на шею и так далее. Я слышал фразу о том, что, ну, сильно прямо никто этим не занимался, помогает это или нет, но хуже не будет, если вдруг бабушка навязала блюдечко. Сто процентов этого не будет, вреда от этого не будет, польза будет тоже, безусловно, потому что все фитонцид, содержащие растения, то есть это лук, это чеснок, это всегда важно, это всегда крайне полезно. Знаете, приводя такой жизненный пример, 22 года назад я однажды потеряла папу своего, который с коляской, с моей новорожденной дочерью, исчез вдруг. Нашла я его за домом, он стоял под сосной. Я спросила, папа, почему ты с коляской под сосной? Он говорит, фитонциды. Папа человек с высшим медицинским образованием и заслуженный врач Кубани. А, вот тогда получается, делаем вывод. Сосновый Бор. Делаем вывод, да, не торговый центр, не там по Красной, да, или там по набережной Кубани, а в Сосновый Бор, и все будет хорошо. Спасибо большое, Лариса Владимировна, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, вам еще раз хочу напомнить, что, с одной стороны, мы продолжаем нашу неделю здоровья, сегодня мы говорили о сезонных заболеваниях, а гостем нашей сегодняшней программы была заведующая отделением пульмонологии НИИ Краевой клинической больницы номер один, заведующая кафедрой пульмонологии Кубанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, главный внештатный пульмонолог Южного федерального округа и Краснодарского края Лариса Шульженко. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго, до свидания и будьте здоровы.